Доброе утро. НРБК региональные новости. В студии Маргарита Гафарова. Мы вещаем из отеля Кран-Плаза Уфа. Механизм оформления онлайн-ипотеки в России могут сделать бессрочным. Об этом сообщает известие со ссылкой на пресс-службу вице-премьера федерального правительства Марата Хуснулина. В частности, предлагается разрешить физическим лицам открывать счета по видеосвязи с помощью учетной записи в единой системе идентификации. Также предложение предусматривает подпись документов простой электронной подписью. Ранее в банковском сообществе отмечали, что новая технология уже дала клиентам возможность решить свои жилищные вопросы, не выходя из дома. По данным управления Росреестра, в пиковые месяцы пандемии коронавируса – апрель-май – в республике фиксировали двукратный рост числа электронных заявлений. Вот если в 2019 году среднее количество онлайн-заявок на проведение учетно-регистрационных действий составляло около 870 в день, то сейчас их более 1600. Весенняя пандемия четко показала, что такие продукты, как онлайн-сделки, цифровая ипотека, удаленное подписание кредитных договоров – это просто необходимо рынку. И спасибо законодателям, что они сейчас работают в этом направлении и постоянно додумывают законодательную основу под онлайн-сделки. Надо сказать, что заинтересованы и все участники рынка, в частности, банки, кредитные организации. Упрощенная идентификация клиента несет в себе риски, отмечают эксперты. В первую очередь речь идет о мошенничестве, когда кредит оформляется на подставное лицо. С другой стороны, ипотека по своей сути подтверждается множеством документов. Поэтому мошенникам проще работать с необеспеченными потребительскими кредитами. Памятник Салавату Юлаеву в Уфе капитально отремонтируют. Соответствующий контракт по выполнению проектных работ заключила мэрия города с компанией «Бади-Эс», имеющей лицензию Министерства культуры России. Самой большой конной статуей в России необходимо укрепление соединительных узлов каркаса, восстановление элементов оболочки скульптуры, антикоррозийная обработка металла памятника, воссоздание недостающих элементов. Реставрационные работы начнутся после разработки проекта госэкспертизы и определения источника финансирования. Стоимость и сроки работ пока не определены. Проведены конкурсные процедуры на инженерно-геологические, инженерно-геофизические и инженерно-технические изыскания всех строительных конструкций, элементов и фундаментов памятника. Также будет разработана проектно-сметная документация по всем необходимым элементам конструкции памятника. Напомню, памятник является самой большой конной скульптурой в Восточной Европе. Высота монументального сооружения составляет почти 10 метров, с постаментом 14 метров, а веса более 40 тонн. Автор памятника – скульптор-монументалист, художник Сасланбек Тавасиев, который получил за его создание Государственную премию СССР. Цены на квартиры в пятиэтажках Уфы выросли на 1% по сравнению с сентябрем прошлого года – до 66 тысяч рублей за квадрат. При этом в среднем по стране это сумма ниже 45,5 тысяч. Данные приводит Авито-недвижимость, проанализировав запросы по объявлениям на ресурсе. Эксперты отмечают и повышенный спрос на жилье в пятиэтажных домах почти во всех мегаполисах. Согласно исследованиям, в Уфе он увеличился за год на 37%, тогда как предложение в этом сегменте, напротив, минусует 6%. Аналитический же центр ЦИАН также отмечает рост интереса к жилью в пятиэтажках Уфы примерно на 3%. При этом о кардинальном изменении структуры спроса речи не идет, несмотря на то, что эксперты фиксируют увеличение интереса покупателей к более доступному жилью. Квартиры в Хрущевках в течение года дорожали быстрее рынка – 4% против 2%. Есть и третье мнение. Спрос на квартиры в пятиэтажках остается на прежнем уровне и всплеска интереса со стороны покупателей не наблюдается. Возможно, это и актуально для рынка Москвы и Петербурга, где инвесторы вкладываются в пятиэтажки в расчете на программу реновации. Но если говорить о тенденциях на рынке этой осенью в нашем городе, это, как всегда, традиционный активный спрос на трехкомнатные квартиры. Это у нас конец июля, август, начало сентября. И ситуация на рынке новостроек города Уфы. Они намного выглядят оптимистичнее, чем на вторичный рынок. И вот по словам Радика Каримова, в данный период наиболее благоприятное время для покупки жилья в эконом-классе и инвестирования в новостройки. Международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив «Город прав» стартует сегодня в Уфе. Мероприятие проходит с 2012 года в разных городах страны, и башкирская столица присоединилась к форуму впервые. Фестиваль охватывает семь направлений, в частности город, экология, образование, права человека, благотворительность и культура. В рамках мероприятия состоятся юридические консультации, выставки, тренинги, лекции, дискуссии, кинопоказы. Во-первых, очень интересный формат, который является не только неким междусобойщиком, как обычно бывает на конференциях, круглых столах и так далее, но как раз, который могут посетить все желающие, все те, кто интересуется своими правами, у кого есть свои гражданские инициативы, кто хочет больше про это узнать. Во-вторых, очень интересная программа, в которой есть место как вопросам свободы слова в искусстве, так и вопросам оказания или не оказания медицинской помощи, вопросам опеки, вопросам сиротства. Продлиться форум до 20 сентября для участия необходимо зарегистрироваться заранее. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар растет, а евро дешевеет. Американская валюта выросла на 27 копеек и курс составил 75 рублей 19 копеек. Евро минусует 23 копейки, курс 88 рублей 63 копейки. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в Промтрансбанке по 75 рублей ровно и продажа доллара в Акибанке по 75 рублей 27 копеек. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Финам по 88 рублей 47 копеек. И продажа евро в Солидбанке по 88 рублей 80 копеек. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на РБК.